На библейский портал Экзегет поступил вопрос, как поститься, когда вокруг тебя пост никто не соблюдает. Да, речь идет о том, чтобы, живя в миру среди других людей, когда ты на работе должен пойти покушать, или когда на учебе ты идешь в школу, например, для детей, это тоже интересно, как поститься. Так вот, можно сказать об этом следующем. Ну, во-первых, если вы взрослый человек, и не важно, где вы находитесь, учитесь ли вы где-либо, и кто вокруг вас находится, или на работе, какое вам дело до того, вообще-то, кто постится, а кто и нет. Вот есть ведь завет святых отцов, смотри в себя, и будет с тебя. Поэтому, знаете, просто берите и поститесь. Ну, если вас спросят, ну, а что ты, постишься, там, с иронией, или спросят, или как-то так скажут, подсмеяться над вами, ну, какое вам дело до того, что вам скажут? Да, поощусь. И наоборот, проповедуйте, что это вам дает, что это хорошо. Ну, конечно, если вы будете в этот момент унылыми, угрюмыми от этого поста, то, конечно, скажут, не, нам такой пост не нужен. А если вы будете более радостные, то это как раз пример правильного поощрения, и для других, может быть, кому-то ваш пример поможет, если вы еще и объясните, в чем смысл поста. Поэтому не надо обращать внимания, кто, где и как, и что кушает. Монахи не смотрят, сидя за столом, в общем, да, кто как вкушает. Хотя это всегда вначале интересно, а как кто вкушает. Ну, вот от этого и надо воздерживаться, не смотреть. А вот если вы находитесь в ситуации, когда вы не можете, скажем, ну, будучи в командировке, пришли в столу, ну, нет, там постная пища. Но смысл ведь поста опять-таки не в пище. Ну, сегодня вы съедите скоромную пищу. Главное, не переедайте, не подсаливайте, не перчите, то есть не добавляйте в эту пищу, пусть даже скоромную, то, что разжигает аппетит. То есть сами не ослаждайте ту пищу, которая есть. Ну, вот есть, наверное, в столовке такая, вот и достаточно. А если вы в гости пришли, вас пригласили и вам там предлагают скоромную пищу, ну, вы положите себе сначала то, что вы бы хотели. Ну, если те, кто вас пригласил и скажут, ой, ну, слушай, ну, попробуй вот эта вот курочка такая, прям поприготовленная, жаркая, такая классная, попробуй. Ничего страшного. Возьми, не надо обижать хозяина. Он же ради тебя это приготовил. Вкуси, доешь, нельзя пищу оставлять недоеденную, даже если тебе не очень она приятна. Но любовь к ближнему выше, чем просто соблюдение строгого поста. Так что, заканчивая ответ на ваш вопрос, еще раз могу сказать, поститесь, воздерживайтесь от грехов, от, для этого, более строги будьте в приеме пищи. И не смотрите по сторонам, кто и как постится, просто делайте свое дело, как должно, а там будьте, что будет. Продолжение следует...